Здесь собрались все, кто неравнодушен к судьбам нашей республики. На данный момент в нашей республике у власти окопалась чиновничья криминальная группировка и возглавляет ее смотрящий, а крыша у него в Москве. Вы понимаете, что в Хакасии из года в год ухудшается положение. Вы посмотрите, сколько разрезов наковыряли, экологию угробили. Что в советское время не знали, что у нас столько много угля, но советская власть не давала экологии развиваться по плохому пути. Поэтому многие разведанные полезные ископаемые лежали. А сейчас что мы от этого имеем? Ну, расковыряли эти разрезы. А разве они платят налоги в бюджет республики? Они все зарегистрированы в офшорных зонах за рубежом. Что об этом власти не знают? Далее. Наш губернатор уже говорили с точки зрения даже просто человеческой отношений. Хам. Я вам прямо русский язык сказал. Хам. Вы помните, когда выступали коммунисты, как он нас обозвал? Всякими разными поносными словами. А потом, когда возмущение достигло точки кипения, он включил обратный ход и попытался извиниться там задним числом. Далее. По Черногорску. Наш мэр. Вы посмотрите. Как неполковник в отставке, так идинорос и судимый. Что Черногорский, взять Белоногов, что у Севакани. Все эти, как говорится, как Овзимин, таковые его ставленники на местах. Некомпетентные. Вы посмотрите. Город угольщиков, Черногорск, который раньше был промышленным городом, и не только угольщиков и так далее. Сейчас, по сути дела, превратился в спальный район Абакана. Промышленности практически нет. Последние шахты закрываются. Очень великое аварийное жилье. Чтобы не обращались, везде равнодушие. И только из оппозиции, не считая других партий, так называемой оппозиции, только коммунисты добиваются, пытаются добиваться, достучаться. Естественно, то, что от нас зависит. У нас на данный момент в Черногорске, в горком партии, люди приходят, как раньше, в советский исполком. Вы понимаете, дошло до чего? Не в администрацию идут, а идут к нам. Потому что они больше не видят пути, кто им поможет. Мы, естественно, как можем, помогаем. И собираемся по Пригорску, где людей травят водой, ядовитой. Мало того, что она фонит радиационная, в ней очень много тяжелых солей. Как там люди живут, я не знаю, онкология, скорее всего, очень сильно завышена. Мы раскачали эту ситуацию, привлекли внимание, может быть, что-то дальше и будет. И вот такая политика на всей территории республики является как раз следствием некомпетентности, ну, там могут тупости, вот так будем говорить. Поэтому я призываю вас всеми путями за отставку Зимина. Это первое. И дальше еще хочу добавить. В следующем году будут выборы Верховный Совет и будут выборы губернатора республики. И вот на этих выборах мы должны свою гражданскую позицию обозначить и решить не отсиживаться по домам, а прийти и проголосовать так, как вам велит сердце. Спасибо.